Еще в декабре прошлого года состоялось собрание комиссии по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Полевского городского округа. На заседание был приглашен Анатолий Кулбаев, житель города Полевского. Там он выступил с инициативой создания мемориала, который будет олицетворять образ простого рабочего человека в профессии горняка и металлурга. Именно эти профессии являются основой Полевского. Анатолий Николаевич принес с собой несколько вариантов эскизов. Эту идею поддержали, но пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Впрочем, это не единственное, чем славится наш город. К примеру, божевские места. Предлагаем к этим часам поставить композицию вот этой девочки-азовки. Но она будет несколько такая, в нашем представлении она должна быть воздушная, то есть она символизирует родину сказов божевских. Она открывает двери, наш край, Полевской край имеется в виду. Дальше. Я уже повторяюсь и говорил, что пока мне сложно сказать по въездной, здесь по въезду, где березовая роща, где у нас начинается зеленый бор. Там, наверное, тоже есть и свои люди, у кого-то какие-то хорошие задумки, потому что вообще дискутировать надо это очень широко. Это надо привлекать людей, надо где-то разговаривать, собираться. Надо какие-то проекты предлагать. И, наверное, из споров родится некая истина, в том числе и для зеленого бора. Конечно, это молодой район такой красивый. Почему его не облагородить? Там нужны парки, нужны скверы, нужны скверики. Много там чего надо. Цветы, деревья там. Понятно, что все вот это, всякие там ларьки и прочие вещи, они, конечно, как бы не в тему. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев многое делает с единомышленниками для создания привлекательного образа Полевского. Он хочет, чтобы в этом направлении продолжалась работа. И его пожелание нашло отклик в художественном макете Виктора Сашникова. Эскиз объемной композиции уже готов. Вот на этом месте есть желание или мечта установить композицию. Здесь хозяйка Медной горы, ящерица, каменный цветок и красивая надпись. Стенд должен быть выполнен из металла. Внутри типа витража карбонатовое стекло. Подъезжаешь, мы увидели, что это действительно родина сказок Павла Петровича Бажова. И сквозь это просматривался наш город. Во многих городах, в Араме, в СССР сделано многое по сказкам Павла Петровича Бажова. Поэтому, ну, наверное, на родине у нас, где наш край воспит писателям, ну, наверное, что-то нужно сделать, чтобы можно было как-то встретить гостей. Ну и в дальнейшем уже что-то делать полезное и нужное по данной тематике уже дальше в городе. Бажовская тематика близка жителям нашего города. Об этом говорят люди на улицах. Полевской – уникальный город. И нам действительно есть чем гордиться. Это сказы Бажова, вы сами знаете, не все даже знают, когда к нам приезжают в город, что у нас вот именно был Бажов, что он писал именно про наши горы, про нашу эту думную гору, да, как бы хотелось бы улучшить. Ну, а то нынешнее состояние, как вот бы оценили? Как давно уже не ездили, не въезжали в наш город. Нет, ну вот даже отсюда вот так вот. Ну, вот встречают, во-первых, заправка, в первую очередь, как-то. Вот эта стоянка не впечатляет. На сегодняшний день, по большому счету, у нас нет своей визитной карточки, той достопримечательности, на фоне которой можно было бы сфотографироваться и жителям, и туристам. Совсем скоро у нашего города 300-летний юбилей, и, кажется, с подарком определиться нетрудно. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.